Режим показал, что да, он реально страшен, что власть действительно реально опасна, и цацкаться она не будет. И этой кривой попыткой она заявила, криво, но заявила, что будет только по-нашему и никак иначе. Будете все жить в доме с привидениями. Причем надо сказать, что действительно газ паршивый, судя по всему, это как распиаренная армата. Плюс возникла некоторая адаптация, потому что ведь Соловьев, Симонян, Скобеева, они генерируют в своих чревах чистый идеологический новичок и выдыхают его на своей аудитории, примерно как шаловливый алкоголь и душит всех запахом перегара. Возникает вопрос, на который я не ответил, почему все сразу поверили, несмотря на то, что работа с лужей была проведена хорошо. Вот смотри, если бы Навального убили красиво, быстро, без следов, и что называется, вот комар бы носу не подточил, тогда да. Были бы огромные сомнения, что это работа российских спецслужб. Тогда можно было бы предположить, что это, да, вероятно, ЦРУ, а может быть, монголы мстят. А тут на каждом шагу знакомые следы. Вот те самые следы, сейчас, кстати, выпал снег, и очень легко установить, если проследить за оперативниками ФСБ, то они до сих пор на снегу оставляют следы в форме совка. И то, как прокололся... Серп и молот везде следит. Прокололся Константин, ну, Константин, понятное дело, почему прокололся, потому что он химик. Химики вообще крайне ненадежные существа. Я вот сразу вспоминаю Паули, когда он узнал, что от него сбежала жена с химиком, он был потрясен. Он говорит, ну, я все понимаю, если бы она сбежала с Ториадором, но с химиком. Но страсти ведь на самом деле действительно связаны с тем, что очень знакомый почерк. Очень дерьмово, очень плохо, сомнений не вызывает. И когда Навальный пытал бедного химика Константина из группы своих убивцев о том, где ошиблись, почему не получилось, к сожалению, Алексей не понимал фактуры. Ему надо было задавать немножко другие вопросы. Он всего добился, да. Но что на самом деле было ошибкой? Где прокололись и как надо было действовать? Это отдельный вопрос. Я это могу легко рассказать, потому что если это сопоставить с тем, как бы это делало КГБ СССР, которое тоже любило и тоже умело аккуратно убивать людей, которые были лишними для режима, то, конечно, было ошибкой замыкания этой операции в очень тесном кружке оперативников и врачей. При том, что сейчас служба может позволить себе все что угодно. У нее неограниченный бюджет, и у нее штат в три раза больше, чем штат КГБ СССР. Она могла бы ни в чем себе не отказывать. Вот если бы это делало КГБ советское, то, конечно же, штатный экипаж пассажирского самолета не был бы допущен к полету. Ну, вероятно, по причине ковида, а может быть, по причине того, что слишком сильны остаточные алкогольные. И в эту минуту он был бы заменен на сотрудников, на весь штат, включая бортпроводников. Сотрудников с летным опытом очень много тогда было, я думаю, есть и сейчас. И, разумеется, при сообщении о судорогах пассажира никаких экстренных приземлений бы не последовало. Заминировали бы все аэропорты, которые вообще в доступности. Ну, нет, они просто часок бы еще покружили над точкой прибытия, дожидаясь, пока пациент остынет. Настоящий экипаж, да еще и с командиром, который готов следовать инструкциям, предписывающим посадку, конечно, это был первый серьезный прокол. Если бы все-таки по каким-то причинам надо было досрочно садиться, ну, предположим, подняли бы бунт пассажиры в салоне, истерика, жена, крики про то, что человек умирает, то да, можно было бы сесть. Но та скорая, которая встречала бы борт на земле, тоже не должна была бы иметь в своем составе каких-то айбоитов с настоящими шприцами. Она должна была бы быть полностью укомплектована сотрудниками, и никакого атропина, никаких антидотов, ничто, ничего, что могло бы препятствовать умиранию. Инъекции только чистой водичкой, инъекции обязательно, чтобы дырки все были для последующей экспертизы. И только прибытие в больницу со всеми реанимационными возможностями больницы было бы возможно только при полной уверенности в том, что летальный исход не обратим. Ну и можно было бы там всегда организовать задержку скорой, это нетрудно делается, масса всяких там закипаний, поломка, колесо. Можно на узкой улице организовать пробочку двумя фурами, и вот когда есть точная уверенность в нереанимабельности пациента, тогда, да, действительно, дело в шляпе. Можно везти в больницу, реанимировать. Ну и напоследок можно было устроить там роскошный театр, как бы это сделало КГБ СССР, с вдовой, с друзьями, простите, не довезли, Леха, классный. А если кто-то еще, у кого-то есть опыт работы в самодеятельности, можно было бы и слезу смахнуть, и недокуренную сигарету передавать по кружку потрясенных медиков, которые прятали бы свои ледяные глазки. А вообще вот так надо было делать делов-то, но я полагаю, что ошибки. Александр Глебович, есть аргумент по поводу того, почему этого не произошло. Причем это началось-то все еще, ну, я уж не говорю про Скрипалей, да, там тоже было очевидно, что работают какие-то другие спецслужбы, не те, о которых мы мечтали и которых нам рассказывали в советском кино. Но вот когда Владимир Владимирович нам на прямой кривой пресс-конференции рассказывал о том, что так и должно быть, спецслужбы, они, конечно же, сопровождают этого прекрасного пациента. И они включают свои телефоны и палятся перед ЦРУ, когда им удобно. Уже тогда было ясно, что все пошло не так, и Владимир Владимирович об этом знает. И даже не стесняется в этом признаваться прилюдно. Уже нанимают кого-то другого в эту службу? — Идиоты хороши только в романах фанатика и педофила Достоевского, да, работающие в серьезных организациях, они все сильно портят, и в следующий раз, вероятно, что-то будет учтено. Но в этот раз они хотели сделать смертвеца, но, по-моему, сделали будущего президента. Хотя пока-пока путинизм не пострадал от этой истории, стал даже крепче. Затем, конечно, вот помимо этой непередаваемой такой чрезжопности исполнения, вот этот разговор волшебный, потому что даже если мобилизовать все силы ЦРУ МОСАДА, дать задание сляпать какое-нибудь чудовищное дерьмо, вот так здорово, как у российских чекистов, так здорово, чтобы это было так дерьмово, это не получится. Ну и этот разговор, который выдает, что застрявший в середине прошлого века ФСБ, он никак не может поладить с современностью, все время прокалывается вот этот абсолютный идиотизм телефонного собеседника, он ведь абсолютно не подделен. Это настолько искренний, настолько естественный, субординационный русский идиотизм, и нет на планете актера, который мог бы сыграть русского опера ФСБ в беседе с помощником Патрушева. Это образцовый, химически чистый идиотизм, это косноязычие, это субординационный идиотизм. В жизни этот Константин вполне себе веселый, разговорчивый, находчивый и остроумный человек, но вот когда он беседует с помощником Патрушева, у него включается вот тот самый субординационный русский идиотизм, косноязычие. Это раритет, это реликт, он сохраняется в России со времен Орды. Вот таким, вероятно, тоном и таким образом всякие удельщики из Козельской или из Рязани беседовали с ханами. Это, естественно, диктовалось, когда в ноздрю, в одну ноздрю всунут кончик софьянового сапога, а вторым сапогом тебе долбят в лоб, разгоняя и так, в общем, разбегающиеся мысли. И он действовал, конечно, строго в соответствии, бедный Константин, строго в соответствии с субординацией, потому что что такое субординация в России? Не важно, кто чей начальник, кто где работает. Важно, кто кому может испортить жизнь. И кто может, тот и главнее. Понятно, что опер ФСБ помощнику Патрушева жизнь испортить не может. А помощник секретаря Совбеза одним щелбаном может перебросить этого опера, например, в совхоз «Полярник Чао». Чао – это Чукотский автономный округ, а там до конца жизни спирт придется разводить только оленьей мочой. Там был, кстати, какой-то уполномоченный 14 лет назад, но он, когда с пьяну пытался арестовать, моржа вмерз в ледяную глыбу, и там так до сих пор с пистолетом и находится. А такую судьбу московскому оперу совсем не хочется. Он хочет любить родину поближе к Гуму, поближе к Цуму, поближе к московским ресторанчикам.